Здравствуйте, друзья! Сегодня мы решили посетить Кипескент-Армани. В переводе с турецкого это означает городской лес. Этот парк удивительен тем, что он обустроен искусственным водопадом. Приехали мы сюда на трамвай Т1А, и уже с конечной остановки мы прошли порядка двух километров. И нам еще предстоит сколько-то идти, а сколько мы скажем перед входом в сам парк. Итак, сейчас мы пройдем и встретимся уже у входа. Продолжение следует... Мы прошли примерно 500 метров и увидели специальную стоянку, чтобы люди могли насладиться прекрасным видом. И мы бы допустили большое упущение, не показав его вам. Продолжение следует... Ну вот мы и на месте. От остановки Фатих, трамвая Т1А, до этого парка расстояние составляет 3,5 километра. Все это расстояние мы поднимались в горку, и самые красивые виды мы вам показали. Мы уже сходили в этот парк, посмотрели, что там есть интересного. Вход бесплатный. И сейчас мы вместе с вами пройдемся по самым интересным, на наш взгляд, местам этого парка. И первое, с чего хотелось бы начать, это прямо с самого начала. Как только входишь в этот парк, сразу ощущается природа Турции. Чистота и ухоженность большинства турецких парков. Как вы можете наблюдать, сейчас мы сделаем небольшой обзор. В этом парке ухоженно и чисто. Прямо сейчас обзор пойдет на зону барбекю. Так называемую, даже точнее зону пикника, так как там нет особых мангалов, где можно пожарить мясо. Поэтому люди их приносят с собой. И прямо сейчас можно увидеть, что люди там сидят на пикнике. В тени деревьев или же на солнце. Это уже по желанию. А в целом стоит отметить, что этот парк, как и многие другие турецкие парки, которые мы уже снимали, отличается своей чистотой и ухоженностью. Ну а мы не останавливаемся и постепенно продвигаемся дальше вглубь этого парка. Парк Кипес Кент Армани находится в районе Кипес. В этом парке, как и во многих других турецких парках, довольно большое количество кафешек и точек, где продают сувениры. Но местом, выделяющим этот парк на фоне других, является его смотровая площадка, с которой открывается удивительный вид на горы и где расположен искусственный водопад. К этому месту мы с вами постепенно и продвигаемся. КОНЕЦ По дороге к водопаду нам встретился вот такой автомобиль. Название, имя его революция 1961 года. Это первый турецкий автомобиль, которого я никогда не встречал. Он стоит в таком стеклянном боксе и на листочке написана его история. Давайте же его осмотрим и двинемся дальше. КОНЕЦ И вот мы прибыли на место, ради которого мы сюда и приехали. Вид самого искусственного водопада, конечно, лучше наблюдать со стороны, но отсюда, с этой точки, открываются все же очень красивые виды. КОНЕЦ Кстати говоря, прямо у подножья Кипецкент парка находится большой зоопарк Анталии. И в котором мы уже были. О котором есть видео на канале, которое вы можете посмотреть. Ну а вы можете написать свое мнение, как вам этот парк, как вам виды, открывающиеся с смотровых площадок этого парка. Ну а на этом я заканчиваю это видео. Если вам понравилось это видео, не забывайте ставить лайк и подписаться на наш канал. На фоне этого прекрасного вида я с вами прощаюсь. До новых встреч, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok